Спортивный сезон для хоккейного клуба «Видное» набирает обороты. Ребята уже успели отыграть 12 матчей. Некоторое время болельщики не могли наблюдать команду на домашней арене. Перед хоккеистами стояла непростая задача. Четыре игры они провели в Санкт-Петербурге, где встретились с местными «Динамо» 5-7-6 и «Динамо-юниор». Выезд оказался сложный с первого матча. В первом же матче мы получили много дисквалификаций за удаление, которые в принципе можно было бы рассматривать и по-другому. И, соответственно, ослабилась команда. Проиграли первую игру, вторую почти зацепили, снова проиграли, а потом уже не смогли собраться из-за того, что первые два матча уступили и проиграли еще и два последних матча в Питере. Но команда не сломлена, провели беседы, все поняли свои ошибки, сейчас будем давать бой в Мурманске. А вот в Мурманске удача видновчанам все-таки улыбнулась. Две игры с местной Арктикой спортсменам удалось выиграть с преимущественным счетом. Нам повезло, что у нас очень опытный состав. В основном игроки, которые уже по 3-4 сезона в этой лиге отыграли, уже там 7 за 20 почти. Поэтому, я думаю, парни-зрослые уже успокоились, забыли, сделали выводы. И мы с полной уверенностью в своих силах идем выигрывать следующие матчи. Сезон еще не закончился, прошла только одна четвертая часть. В рамках чемпионата своей группы видновским спортсменам предстоит посетить еще 8 городов России. А пока болельщиков ожидают две домашние игры, которые состоятся 19 и 20 ноября в Ледовом дворце Арктика. Ленинградского уже может годиться, так как мы единственная хоккейная команда, которая участвует в чемпионате России. И представляем интересы города по всей России. Но, скажу больше, наша команда с каждым днем, с каждой игрой все больше улучшает свое качество игры, сплочается. И, в принципе, я думаю, результат в конце года будет положительный. И мы сможем все вместе гордиться нашим клубом. Закончится чемпионат России в марте 2023 года. Далее начнутся игры плей-офф. И видновский хоккейный клуб надеется взять в этом сезоне кубок победителей. Пока в рейтинговой таблице команда находится на пятом месте. Юлия Погосян, Сергей Ларин, Ольга Садовская, Видное ТВ.